Известному шымкенскому поэту, переводчику, журналисту, автору популярных очерков Юрию Васильевичу Кунгурцеву в этом году исполнилось бы 80 лет. Сотрудники, родственники и знакомые вспоминают заслуги известного автора и его труды. Журналист Нина Козорина проработала с Юрием Кунгурцевым не один год. Нина Олеговна признаётся, что с Юрием Васильевичем было легко жить и работать, как, наверное, с любым творческим и при этом неунывающим человеком. Для нас он всегда был авторитетом, всегда непререкаем, потому что все его замечания молодым журналистом, я представь себе, я тоже была когда-то молодым журналистом, все его замечания, все его правки, они не воспринимались с обидой, они воспринимались как школу, школу мастерства, школа, такая хорошая, добротная школа. Я просто счастлива и горжусь тем, что мне довелось работать с таким интересным человеком. Он состоялся, во-первых, как журналист, состоялся как писатель, это однозначно, на его счету очень много изданных книг. «Ты гуляй, гуляй, выгонуй, пока не споймаю, я споймаю, зануздаю, шелковою сдаю». Юбилейную дату отмечает и областной славянский этнокультурный центр. Основанный еще в 1991 году ученым-археологом и публицистом Николаем Подушкиным в этом году, общественному объединению исполняется четверть века. Благодаря слаженной работе коллектива славянского центра, такие праздники, как Масленица, Рождество Христово, День славянской письменности и культуры и многие другие стали традиционными и любимыми. Южно-Казахстанскую область стали называть родиной, теперь уже международного конкурса «Казахская романтиада». «Каждый руководитель славянского центра – это была личность. Каждый из них оставил заметный след в работе славянского центра, и активисты славянского культурного движения о них хорошо помнят. И то, что сегодня город Чимкент признан одним из ведущих культурных центров Центральной Азии, в этом немалый вклад и всех поколений руководителей и активистов от славянского культурного центра». В честь 25-летия независимости республики в стенах библиотеки «Отрар» открылась выставка книг. В свободном доступе для читателей находятся сотни произведений казахстанских авторов. В стихах и прозе писатели повествуют о жизни народа и становлении государства в период независимости. Ксения Пыльниц, Альдар Жанусканов, Камила Сайфулина, информационная служба, телекомпания «Отрар».